Всем привет! Меня зовут Анна Сандерсон, и в этом видео я вам расскажу о том, как я попала в Китай и прожила там целых 7 месяцев. Все началось в 2017 году. Да, в прошлом видео был 2016, в этом видео 2017. Я перешла на второй курс Тульского государственного педагогического университета. Я отучилась где-то месяц, и после на сайте обнаружила объявление о встрече по поводу Китая. Для меня это было что-то неизвестно, потому что я не понимала, что это значит по поводу Китая. Были какие-то мысли, что может быть это какая-то поездка в Китай, что-то интересное. И поэтому я решила сходить на это собрание, но без какой-то задней даже мысли. Я пыталась вызывать своих одногруппниц, но они не захотели со мной идти, поэтому я пошла в гордом одиночестве. На этом собрании нам рассказали о том, что наш университет получил 10 таких бюджетных мест, можно сказать, для поездки в Китай и Пекин на языковые курсы, которые длятся один учебный год. Ну, два семестра, можно так сказать. В чем была особенность? То есть, как бы, возможность у каждого есть поехать на языковые курсы. Если вам сейчас закончится, вы можете написать в университет какой-нибудь, отправить свои документы и поехать за денежки. Но особенность того случая была в том, что обучение бесплатное и проживание бесплатное. То есть, это такой грант правительства Тульскопости, то место, где я в России жила. Нам, в общем-то, очень повезло. Но вот это само слово «10 мест» меня испугало, потому что я думала, что будет такой жесткий отбор. Отбирали, конечно же, по твоей успеваемости. И нужно, чтобы ты был хотя бы на втором курсе, потому что студентов с первого курса не принимали. Ну, возможно, для того, чтобы быть уверенным в том, что в Китай поедет адекватный представитель нашего университета. Наверное, поэтому первокурсников еще боялись как-то брать. Я написала маме об этом, но я как бы даже не рассматриваю это, возможно, что она сейчас скажет «да, давай, езжай». И она так и сказала. Я была в шоке немножечко, потому что эта мысль переезди в такую далекую страну, да, на какое-то время, она меня безумно пугала. Потому что до Китая единственная страна, в которой я была, кроме России, это Молдавия. Вот крошечная Молдавия, которая в каких-то местах не очень отличается от России, поэтому культурного какого-то большого шока у меня не было. И вот эта мысль о том, что, ну тогда мы еще не знаем, что это будет конкретно 7 месяцев, она пугала. Реально меня пугала. Я начала пересматривать все видео в интернете, читать все статьи о том, как люди там изразились и из каких-то других стран переезжали в Китай на языковый курс. То есть мне было интересно вообще узнать, как это проходит, как это работает, потому что для меня языковый курс, ну ты учи язык. И классно. И как это работает. То есть все хотела все знать, но скажу вам уже наперед. Вот эти видео мне дали представление о чем-то, но они меня не подготовили на 100% к тому, что я пережила в Китае. Потому что культурный шок все равно был, несмотря на то, как ты осведомлен, когда ты приезжаешь в другую страну, начинаешь там жить, ты проходишь этот этап, да, разные этапы культурного шока по-разному, то есть по-своему. То, как ты на это отреагируешь и как ты выйдешь из стадии культурного шока, готовый, не знаю, покорить, готовый покорить весь Китай, или заплаканный соберешь чемодан и уедешь домой. То есть это все индивидуально. Университет помогал нам собирать документы, так как я должна была брать академ в университете, потому что учиться и в ПЕДе, да, я училась на коммерции, и учиться в Китае, и как-то там кушать и вообще обитать, это достаточно дороговато было, поэтому я сразу поняла, что нужен академ в ПЕДе, и чтобы спокойно уже расслабиться и посвящать все время китайскому языку, это было совершенно правильное решение, потому что не было какого-то еще груза о том, что тебе надо связываться со всеми преподавателями, и разные преподаватели, они могут либо разрешить тебе сдать тест онлайн, а другой скажет, нет, приходи ко мне, мне пофиг, что ты в Китае, или что-нибудь такое, потому что такие случаи были. Для того, чтобы я взяла академ, нужно было получить бумажку с Китая о том, что меня приняли в университет, и это такая причина того, что я не могу быть в двух местах одновременно, ну, типа. И угадайте, что случилось. Прислали документы всем, кроме меня и второй девочке, с которой я потом жила уже в комнате в Китае, которая также хотела брать академ. Китайцы сделали ошибку именно в наших с ней документах. Чтобы вы понимали, почему это так важно, когда ты уже знаешь, что ты уезжаешь в другую страну на этот учебный год, когда ты понимаешь, что тебе не сдавать сессию в этом университете, тебе не хочется никуда ходить, тебе не хочется ходить на эти скучные пары, что-то переводить или что-то учить, потому что ты всеми мыслями уже в другой стране. И у нас было с Женей, это та девочка, с которой я жила потом в Китае, такое же состояние, мы не хотели ничего делать. А если ты не хочешь ничего делать, тебя могут исключить из универы, и ты скажешь Китаю пока. И это была такая очень каверзная ситуация, мы старались по максимуму ходить в университет, ну, как старались. Потом наши документы, слава богу, прислали, и мы взяли академные конецки. Из-за того, что весь этот сбор документов был достаточно долгим процессом, в основном из-за китайцев, потому что они очень медлительные, максимально, мы приехали в Китай только в конце ноября. Сначала первая стадия, когда ты вообще приезжаешь в какую-то страну, это такая стадия туриста, когда тебе все хочется рассмотреть, все такое интересненькое. И мы первые три дня с Женей максимально были везде, мы хотели просмотреть все. И вот по мне ударила на третий день акклиматизация. Это был такой ужас, у меня в жизни не было акклиматизации, я о ней, наверное, даже думать забыла. Но это была самая адская неделя в моей жизни. Я провела ее, наверное, почти всю в постели, но суть в том, что как только я ложилась в кровать, у меня начинала адски гореть голова и подниматься температура. Как только я вставала, я чувствовала себя более-менее нормально, но из-за усталости, из-за того, что... Ну, так, клематизация, думаю, многие из вас знают, что это такое, стоять и ходить тоже особо не можешь. Я не могла ни есть, ни пить, ничего абсолютно делать. За одну неделю я скинула 4 килограмма, что я узнала потом уже при методсмотре, который как раз-таки был где-то через неделю после того, как мы приехали в Китай. Я была в шоке, потому что я уезжала, у него не было 69 килограмм спустя неделю в Китае, 65. Как? Куда? Это была, может быть, позитивненькая такая новость о том, что, да, я похудела классно, но то, как я похудела, я никому такого не желаю. Но так как я не знала китайский до приезда, для меня также частью которого шока была то, что все было в иероглифах, которые я вообще не знала, не понимала, что они означают. Никто не говорит практически по-английски и по-русски тоже особо. И ты, не знаю, там на пальцах как-то объясняешься, что-то делаешь. То есть первые дни, первый месяц было сложно в этом плане. Наверное, на этом я привыкну эту историю. Если вам не терпится узнать, что было дальше, как я выживала в Китае, как вообще себя ведут китайцы, что это за люди, то можете зайти ко мне в Инстаграм, прочитать несколько постов по хэштегу, которые найдете в моем био. Я благодарю вас за просмотр. Если есть какие-то вопросы, идеи, предложения, пишите в Инстаграм или в комментарии. Если у вас был опыт вообще пребывания за границами языковых курсов, то тоже обязательно делитесь, им будет интересно почитать. И всем пока-пока!